Отличительной особенностью праздничного парада в этом году стало то, что в нем принимала участие юнармия, представляющая новое движение. Посвящение школьников юнармейцы состоялось накануне в поселке Дунай на территории храма святого Георгия Победоносца. Мероприятие приурочили к престольному празднику. Подробнее в следующем сюжете. Время и место для проведения церемонии посвящения фокинских школьников юнармейцы было выбрано не случайным. 6 мая у православных христиан праздник в честь святого Георгия Победоносца, главного воина в духовном пантеоне защитников мира. Русское воинство считает великомученика своим небесным покровителем. В день престольного праздника в Дунайском храме состоялась торжественная служба. Божественную литургию провел епископ Находкинский и Преображенский Николай. Господа нашего Иисуса Христа, и Бога, и Отца, и причастие Святого Духа, будь со всеми поминей. Завершилось праздничное богослужение крестным ходом с иконами и хоругами. После чего на подворье храма началась светская церемония – прием школьников городского округа в ряды общественного всероссийского движения юнармия. На построение собрались порядка 60 ребят. Одетые в единую форму песочного цвета, они выстроились двумя ровными шеренгами на церковной площади. Вслед за ритуалом выноса флага начался торжественный митинг. Его открыл глава городского округа Александр Баранов. Я от всей души поздравляю прежде всего наших юнормейцев, потому что они такой святой праздник, как День Георгия Поведоносца, принимают присягу. Поскольку, принимая присягу, вы заступаете на службу Отечеству. Неважно, в каком виде службы – военная, государственная, муниципальная – будете служить науке, на производстве, но вы будете все служить Отечеству. Движение юнормейцев образовано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодежи. Юнормия создана в рамках детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Пилотный проект стартовал в мае прошлого года. В последние месяцы активизировалась работа по созданию местных отделений и отряда юнормейцев. Отряд у вас существует давно на базе наших военно-патриотических клубов «Макаровец» и «ГАУС». Они участвовали в мероприятиях еще в прошлом году, в июле месяце. Ну а сейчас узаконим, наверное, будет правильно сказано, существование юнормии. Основными мероприятиями юнормейского движения станут военно-спортивные игры, вахты памяти и походы к местам боевой славы, благоустройство мест памяти, обелисков и мемориалов, адресная помощь ветеранам войны и трудам. Задача первая – это вырастить замечательных патриотов. Во-вторых, чтобы это были грамотные люди. И третья – это научить их вести здоровый образ жизни. Вступая в ряд юнормии, школьники торжественно поклялись быть верными своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотами и достойными гражданами России. Текст присяги зачитал один из юнормейцев. «С честью и гордостью нести высокое звание юнормейцев! Ленемся! 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 Ленемся!» Затем почетные гости церемонии вручили каждому юнормейцу персональное удостоверение, после чего Владыка Николай со своей стороны благословил посвященных и окропил каждого святой водой. Быть первыми всегда сложно, но в то же время очень почетно. Фокинские школьники, пополнившие ряды юнормейцев, хорошо понимают, что новый статус – это не только большая честь, но и огромная ответственность. В душе гордость, чувства, наружу их вообще не высказать никак. Так переполняют все внутри. Присягу приняли, входим в ряды юнормейцев, также Родину защищать, можно тоже сказать так. Стали на ступень выше. Защищать Родину будем, когда придет момент. Я буду служить Российской Федерации.